Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзеген пришел следующий вопрос. Как соблюдать пост детям? С какого возраста? У поста есть несколько составляющих. Гастрономическая, социальная, духовная. Каждую из этих сторон ребенок, в принципе, может соблюдать. С какого возраста? Да с любого. В пост необходимо творить дела милосердия. Дай ребенку несколько рубликов для того, чтобы он мог раздавать милостыню. У храма, в подземном переходе, где угодно. Занимаешься волонтерством, бери ребенка с собой. Говорю, вот давай, помогай мне носить продукты или покупать. Это мы бездомным даем или беженцам, или еще кому-нибудь. Чтобы он соучаствовал социально уже с детства в помощи окружающим. Информационный пост одна из важнейших составляющих любого поста, в том числе великого. Хорошо было бы ограничить что-то полностью, что-то частично в информационном пространстве. Поменьше ерунды смотреть на ютюбе, поменьше каких-нибудь сериальчиков. Я сейчас не говорю про мультики советские. Вы же советские мультики смотрите, правда, да? Надеюсь. Потому что если вы детскую психику до 12 лет раните зарубежными мультфильмами, то у меня большой вопрос к тому, а вы хоть что-нибудь прочитали от детской психологии до того, как детишек завести? А то собачку заводим, о, сколько книжек читаем. Детей рожаем. Ну, как-то само оно воспитается. Я же нормально выросла. Вот вопрос. Нормально мы выросли у своих родителей, воспитывали ли они нас, или просто тоже на самотек пускали наше воспитание улице телевизору. В наше время-то еще ютюбов не было. В общем, посмотрите, что смотрят ваши дети, и ограничьте несколько его время просмотров. И посмотрите, какие каналы. В истории все есть. Умненькие детки, конечно, скорее хитренькие, чем умненькие. Все это чистят аккуратненько. Но если ваши дети не знают, как это чистится, то зайдите в истории, посмотрите. Заблогируйте элементарно те сайты, те ютюб-каналы, которые, как вам кажется, совершенно с духом поста не коррелируются. Мультики оставьте, не забудьте. Образовательные программы тоже оставьте. Хотя какой ребенок вне контроля родителей смотрит образовательные программы? Ну, разве что мой один из трех. И то через раз. Что дальше? И игры. Я сейчас не про настольные игры, не про шашки, не про шахматы. И даже не про доминошки. Я про компьютерные игры. Хорошо было бы их удалить. В том числе с бабушкиного планшета. Потому что если нет игр на детских телефонах, они просят у бабушки планшет на вечерочек. Посмотреть какое-то очень важное видео на ютюбе, которое надо для школы. А потом смотришь у бабушки в папке, под папке, которая находится в другой под папке, которая как смерть Кащеева. Смотришь там какой-нибудь Майнкрафт, какие-нибудь там машинки, гоночки и прочие-прочие игрушечки. Так, установил, поигрался, запрятал. Так что, бабушки, проверьте свои папки на планшетах. Что еще? Еда. Да, надо было с еды, конечно, начать. Вы все ждете, когда я же расскажу про еду. Наши дети мясо не едят. И то одному 15. А вот возраст других детей надо у матушки спросить, она лучше знает. Я же папа. Да. Мы последние годы разве что перестали есть мясо по средам, пятницам и многодневные пасты. Ну и повторюсь, опять же, на собственном опыте я знаю, что интернет можно так и ограничить, где-то приносит свои плоды. Поэтому пост должен быть в меру их возраста. Тоже касается поста перед причастием. Ну и последнее, вишенка на торте. У вас же есть, наверное, духовник, есть священник в храме, к которому вы причащаетесь. Уточните у него, как надо поститься вашим, лично вашим детям в дни Великого поста. Может быть, не ходит в воскресную школу, может быть, не является постоянными прихожанами того или иного храма. И у батюшки может быть другое мнение. А общего знаменателя здесь нет. Мы все-таки живем в государстве свободном. Церковь у нас не тоталитарный инструмент. Общего знаменателя здесь нет. Каждый родитель, каждая мама, каждая семья должны сами для себя установить меру поста. Но не надо возлагать на детишек своих бремена неудобно носимые, которые сами потянуть не можем, нести не хотим. Формально можно заставить детей поститься, голодать даже. Ну а зачем? Смотреть, чтобы не было, как у Чехова, который вырос в очень религиозной семье, где все соблюдалось очень строго, прям по типикону, по уставу монастырскому. И где его вера? Он до конца дней ко Христу так и не пришел. Он говорил о красоте, говорил о любви. Любил церковь русскую. Но личной встречи со Христом уже не произошло. Смотрите, чтобы заставляя сейчас детей поститься строго по уставу, стоять на вечерних богослужениях и на литургии от начала до конца. Смотрите, чтобы потом вы не пришли и не спросили, батюшка, ребенок из церкви ушел, крестик снял. Как это могло быть? Как это стало возможным? Ведь все так было хорошо. И было хорошо. На сердце смотрите свое, на сердце детей. Православие должно быть для них радостью, а не пыткой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!